Вот серьезные вещи, ну не серьезные такие, вот хотя бы чуть-чуть сущностные, будем рассматривать с 2-го, 8-го января. Анна, доброе утро, два плюсика. Почему я это все рассказываю? Потому что... Так, сейчас еще нажму еще одну кнопку. Все. Потому что у вас были самые серьезные вопросы, и соответственно до них еще далеко. И сегодня... Так, что сегодня? Сегодня... Знакомство, вопросы-ответы, обзор курса. И вот в обзоре курса я вот немножко расскажу, что мы планируем впереди. А сейчас уже 9.00, 5 человек, коллеги. Первая задача у нас, первая задача тем, кто пришел. Это вот написать на... Вы уже тут. Спасибо. А, так. Ура. Вы добрались. Тут у нас все и будет происходить. Вот так же. В 9.00 утра. В субботу сегодня. В воскресенье завтра. Потом в следующие выходные. Там 24-25 декабря. Тоже в субботу утром. В воскресенье утром. И это будет самое простое. Ну, о составе я расскажу позже. Вот. Потом уже... То есть сейчас, в декабре, у нас 4 встречи. Сегодня, завтра и в следующие выходные. Это для полных новичков. Для того, чтобы дать старт, подтянуть тех, кто не знает, что такое модуль расхода, площадь водосбора даже. Ну, всякие такие самые простые вещи. Вот это будет вот эти 4 встречи. А потом же, сущностные, будем рассматривать в январе. И поэтому, коллеги, я вижу, что написано 5 человек онлайн. Но это включая меня. И трое из нас. Вот Александр, Александр и Анна. Мы написали в чате текст. И вот у нас сегодня задача. Так, задача. Это... А, вот то, что я рассказал, здесь написано. Это... О, уже 7 человек. Во, вот. Вот нам надо собраться. Павел написал. Все окей. Отлично. Здравствуйте, Павел. Ура. Значит, решаем первую задачу. Основную вы уже решили. Пол дела сделано. Вы записались. Вы увидели мое объявление. Вы записались на этот курсик. Вот. Вы получили письмо от меня. Письмо дошло. Вы нажали на ссылку. Пришли сюда. Попали куда надо. Выбрали там первую встречу тестовую. Тестировочную я написал вебинар. Вы тут. Дмитрий написал. Здравствуйте. Ура. Вот. 7 человек. Ирина. Доброе утро. Ура. Отлично. Вот. Вот практически все уже отметились, да. То есть, вы слышите меня. Вы видите меня. Вы видите чат. Вы пишете в чат. То есть, коллеги, первую часть мы сделали. Как у нас будет дальше происходить? Дальше я буду опять так же присылать письма, что следующая встреча тогда то. Вот по этому расписанию, которое сейчас здесь написано на слайде. Коллеги, видите слайд, да? Написано вебинар, будет проходить 17 сегодня, 18 завтра и следующие выходные. И это будут азы. Азы вот непонятно чего. Я думал написать азы гидрологии. Слишком широко. Азы гидрорасчетов слишком специализированы. Вот такие вот азы, которые нам нужны для того, чтобы потом перейти к гидрорасчетам. То есть, гидрорасчетов в декабре вот эти 4 дня не будет. Это будет вступление. Там какая цель, для чего нам это нужно, какие исходные данные. И вот на первом уровне. Потому что потом мы еще раз будем то же самое говорить. Какие исходные данные, но уже детально по каждой. Где каждую находить. Это мы будем уже в январе делать. А сейчас здесь в декабре мы будем в принципе, скажем, да, вот есть такие вот разные исходные данные. И вот есть такие разные места, где они вводятся. И вот оттуда мы будем вот такие разные вот эти исходные данные брать. То есть, сейчас вот такое вот микро вступление. в 9 утра, ну, потому что вот так. Потому что, наверное, это удобно, чтобы был остальной день свободный. Продолжительность около полутора часов. Посмотрим. Около. Буду придерживаться этого, но посмотрим. Если будет интерес, если будет взаимодействие, если будут вопросы, то можно и больше, если сил хватит. Если там вот прям вот совсем все быстро, может и меньше. Так. То есть вот, коллеги, теперь. Вот из организационного, что я еще не рассказал. Из вот таких вот технических наших деталей. Вы компьютер или там, откуда вы смотрите, у вас есть. Наталья написала, здравствуйте. Отлично. Ура. Здравствуйте, Наталья. Интернет у вас есть. Компьютер или какое-то устройство у вас есть, откуда вы сейчас смотрите. Все там, колонки или динамик у вас есть, клавиатура у вас есть, раз вы все написали в чате что-то. То есть все. Какие еще такие вот банальные простые вещи нам нужно обсудить по техническим вещам. Коллеги, пишите, думайте, что появились, какие вопросы, какие вопросы были, пишите. И задавайте и сейчас, и позже, когда угодно. А сейчас, да, я подожду. Может быть, подумайте, вот что еще нам нужно. Ссылка будет одна и та же на все встречи, которые будут в этом году, которые будут в следующем году. План, перейдем к плану, перейдем попозже, потому что у нас сегодня три темы. Первая тема это вот добраться сюда и понять, как здесь все взаимодействует. Для чего? А чтобы в следующие разы не было проблем. Чтобы в следующие разы у нас все зашли как по маслу, все было отлично, все было удобно. Ну и таких новичков, видимо, совсем мало, потому что пришли семь человек, а записались там сорок человек. Ну и, наверное, остальные уже на первую решили не приходить, потому что, типа, что тут и так все понятно. Так, значит, вторая тема, которая сейчас, это вот у нас микрознакомство, да? Вот знакомство, потом обзор курса в конце, скоро перейдем, и вопросы-ответы. Коллеги, готовьте любые другие вопросы тоже. И не только наши технические по организации, нашего взаимодействия, но и по гидрорасчету. Так, еще кто-то подключился. Ура! Во! Дело идет. Девять человек. Коллеги, кто подключился, если вы меня видите, слышите, видите чат, в чате напишите там здравствуйте, приветствую, и все такое. Так, я гидролог Александр Кондратьев, сайт мой Русловед, наверное, вы знаете, Русло ведаю, ведаю Руслами. Вот, 10 лет работал в ДГИ, в отделе Русловых процессов. Римма! О, Римма, здравствуйте, очень рад. Вот, потом работал изыскателем в заво фирмы Unicom, 6 лет, и вот сейчас, уже где-то 12 лет, я генеральный директор в фирме, которая стоит из двух человек. А, и фотка такая уже старая, фотка моя не поменялась с прежних времен. Фирма из двух человек, я и жена. Даниил, здравствуйте! Павел, у меня в Углинске был научник с ПБГУ. Да, в Углинске, да, и он одновременно долго работал и в ГГИ с замом директора, когда еще Шакламанов был директором, он был замом. Вот, и одновременно он работал на кафедре гидрологии и суши в Санкт-Петербургском университете. Так, вот, коллеги, теперь уже к вам. Вот вы уже пишите, где вы учились, где вы... Напишите о себе. Алифтина, доброе утро! 11 человек! О, все, люди добираются, отлично! Вот наша сегодня цель, чтобы добраться. Чтобы в следующие разы уже все это было у нас быстро, легко и просто. Коллеги, вот напишите о себе. Первое, вы гидролог или не гидролог? Второе, напишите, сколько отчетов по гидро... в том числе вот с гидрорасчетами, с гидрологическими вы писали? Там один отчет, или 10, или 100, или ни одного, или только там диплом писали, или вообще вы не гидролог? Вот, напишите о себе. Павел пишет. Гидролог, чувашский ЦГМС, в системе Росгидромета, 6 лет. Отлично! Хорошо, а... Вы же в Росгидромете не делаете вот те гидрорасчеты, которые нужны в гидрометозысканиях. Потому что у нас везде гидрологи. Гидрологи делают разные. Гидрологи работают в разных местах. Гидрологи везде работают с таким банальным, простым, нашим любимым, типичным понятием, как расход воды. Но все работают с этим понятием по-разному, да? И мы вот скоро уже перейдем. Это, наверное, завтра будет. Завтра вот мы как раз... Первое, что мы будем, это терзать вот это понятие расход воды. Мы будем к нему подходить с разных сторон. И выясним, что, оказывается, с очень разных сторон к нему можно подойти. И, соответственно, оно превращается в разное. И получается по-разному. И это связь расхода со всякими другими гидрологическими, там, морфологическими характеристиками. Гидравлическими. Вот. Это все у нас впереди. Вот. Поэтому, Павел, расход... То есть вы знаете, что такое расход. А вот отчеты по гидрометозысканию писали, делали те расчеты гидрологические, которые мы делаем в отчете по гидрометозысканию. Ирина, гидролог, воронежский ЦГМС, два года. И Ирина, и вы тоже. Вот все то, что я рассказал Павлу, потому что, да, это одни из самых наших известных мест работы гидрологов. Это в гидрометслужбе и в гидрометозысканиях. Так вот, действия гидрологов в гидрометслужбе и в гидрометозысканиях, они разные. Они похожи. Мы крутимся все вокруг одного и того же. Но взгляды немножко разные. И вот здесь вот уже впереди, там мы все это будем рассматривать в нашем вебинаре. И чуть-чуть затронем вот эту идею о том, чем отличается гидролог, который занимается гидросчетами и гидропрогнозами, и обработкой гидрологических данных в гидрометслужбе. Так, Дмитрий пишет, гидролог Ростов-на-Дону. Изыскание 4 года. Отлично, вот. Ну вот, все пришли уже опытные гидрологи. Это хорошо. Но тем не менее, все равно. Тем не менее, вот у нас завтра, воскресенье, будет для новичков. Сегодня у нас вступление, вообще вступление. Сегодня надо было добраться сюда. То есть мы уже план выполнили. А вот уже завтра будет прям совсем для новичков. Вот для тех, не для вас, кто много лет работает в гидрологии, а для тех, кто вот... Потому что у нас есть много переподгодовишек. У нас есть целый клан таких экологов, геологов, гидрогеологов, топографов. И разных, и очень хороших, которые уже... Есть, которые полностью переобулись в гидрологов. Вот, которым вот сразу начать гидрорасчеты можно, но пойдет плохо. Поэтому мы сначала... Вот я сделал вот сейчас в декабре вот эти вступительные вебинары вот для новичков, вот для совсем новичков. Ну и, конечно, туда можно прийти всем желающим, но там будет, возможно, скучно. Так, Римма. Гидролог самозанятый. Три года. Благовещенск. Амурской области за этот год было 20 объектов. Благодаря вам большое спасибо. Римма, вам большое спасибо. Анна. Гидролог УГМС Республики Татарстан. 21 год. Делаю все от прогнозов до гидрометозыскания. Отлично, Анна. Ну вот вам все будет скучно, конечно. Наталья. Тюмень. Тюменский ЭГФ. Не знаю, что такое ЭГФ. Не знаю. Эколог. Перепоказовка у Сикана в 20-м году. Изыскание. Несколько отчетов и расчетов. Да, Сикан это, конечно, Титан. В гидрорасчетах, возможно, это самый высокий. Когда-то был рождественский у нас, Анна Таталья Вадимович. Вот. Лобанов он так и остался. Лобанов непревзойденный. Но Сикан это, конечно, вообще вершина мощнейшая. И это молодцы. Это счастье. И, конечно, опять вам будет скучно. Возможно, после Сикана будет скучно не только на вступительных декабрьских. Но, возможно, будет скучно и на январских. Так. Александр. Некоторое время работал где-то около воды. Непосредственно исканиями не занимался. Ага. Ну вот, хорошо. Вот. Это можно будет заниматься исканиями. Даниил. Образование эколог. Опыт работы гидрологом. Три месяца. Отлично. Отлично. Ну вот. Все с разной. Анна пишет. Будет интересно. У вас всегда интересно. Будем надеяться. Отлично. Александра. Ростов-на-Дону. Гидролог изыскания. Полтора месяца. В прошлом авиационный метеоролог. Вот. Ну вот. Уж первые месяцы. Первые наши декабрьские встречи будут, наверное, полезны. Так. 12 человек онлайн. И уже много. Так. О себе написали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять человек. И я одиннадцатый. И кто-то двенадцатый не написал. Отлично. Все. Так. Теперь. Ды-ды-ды-ды-ды. Вы о себе написали. Все-таки. Видите. Все-таки есть еще третий вопрос. И на этом мы закончим такое взаимодействие. Я уже начну рассказывать все о нашем курсе. У меня тоже первое образование метеоролог, она пишет. Вот. Еще и несколько образований. И такие близкие, и такие плотные. Вообще, важную вещь такую могу сказать, потому что у меня, ну, можно сказать, большой опыт. Ну, в общем, я знаю много гидрологов, которые сейчас работают гидрологами, которые по образованию не гидрологи. Так вот, возможно, это выборка такая, то есть те, кто остались работать гидрологами, потому что, может быть, те, кто не смог работать гидрологами или захотел, так вот те, кто были не гидрологами. А теперь гидрологи. Они обычно очень хорошие гидрологи, потому что у них широкий взгляд, потому что у них есть такой вот разнообразный подход, понимание вот этого многообразия мира. Вот. А чистые гидрологи тоже, конечно, очень хорошие, вот, ну, тоже очень хорошие. Вот. Так, коллеги, ваши ожидания. Давайте все-таки еще сейчас подумайте и напишите вот какой-то вопросик. Ту тему, ради чего вы пришли? Вот, что вы хотели? Почему вы подумали, что, ой, наверное, надо прийти? Потому что вот какой-то есть такой вот тема. Ну, тема у нас будет расходы воды. И расходы воды, вот, как их получить? И, ну, это впереди еще там, какие именно, да? Потому что вот если вы гидрометслужба, вы знаете, что расход воды можно измерить там водотоки. Измерить глубины, ширить ширину, скорости, там, перемножить все правильным образом и получить значение. Вот. Конечно, гидросчетчик это знает, но он свои расходы получает другие и другими способами. Обычно. Вот. К чему я? Что мы будем заниматься расходами воды. И, ну, разными расходами воды. Но в основном вот расходами воды. Вот. Вот, и Алевтина написала, что географ 17 лет работала геодезистом. Сейчас экологически, гидрологией занимаюсь с этого года, составила 7 отчетов. Отлично. Вот, 12 человек, и вот все написали. Коллеги, а теперь вот подумайте, напишите какой-то вопрос, вот, или тему, или, вот, ответ, какой-то ответ вы хотели получить. И вот когда услышали, что будет вот такой вебинар по расходам воды. Потому что сначала я сказал, это гидросчеты, потом понял, что гидросчеты это все-таки не только расходы воды, что гидросчеты это и уровни гидросчеты, и ледовые, и волнение, и течение, и это все гидросчеты. Вот. И поэтому потом сузили. Почему сузили? А потому что по уровню воды у меня есть отдельный длиннющий вебинар по уровню воды. Там обзор вообще большого количества ситуаций, разных методов, что делать. По русловым вот большой вебинар идет сейчас, и кто-то из вас туда ходит. Вот. А сейчас вот именно расходы. Коллеги, 13 человек. О, еще кто-то добрался. Коллеги, напишите вот, и уже потом ваше ожидание, и это одновременно будет вопрос от вас. Потому что у нас еще останется потом две темы. Первая тема это вопрос-ответы. То есть можно задать любой вопрос, и там попытаемся любой ответ. А вторая у нас тема это обзор курса. То есть я вам прокручу план. План того, что мы будем делать как оставшиеся три дня в декабре, так и восемь дней в январе. Павел пишет. Я хочу узнать больше о гидравлических исканиях, как они проводятся. Потому что я никогда не работал в проектных организациях, запросы к нам в гидромет постоянно поступают. Ага, отлично. Это прекрасный мотив, побуждение. И общий такой. А мы будем конкретно заниматься вот этим кусочком. И этот кусочек, который по расчетам расходов воды, он продвинет, надеюсь, в гидрометозысканиях. Коллеги, напишите, что еще вы ждете. Ну, в широком смысле, в узком, в конкретные вопросы. Я собирал, там ответили человек 11, наверное, на те мои запросы. Написали кто-то коротко, кто-то длинно, кто-то там, прям много вопросов разных. Вот. Вот. И это будут у нас сейчас вопросы-ответы. И потом уже скоро перейдем к обзору. Пробежим по структуре. Покажу просто перечень того, что я планирую. И, может быть, уже тогда у вас появятся тоже вопросы-дополнения. И тогда тоже можно будет вопросы пообсуждать нам. Коллеги, напишите прямо сейчас в чате какую-то основную тему, которую вы хотите, чтобы мы рассмотрели. Какие-то конкретные вопросы. Вот что-то такое вот. А я буду уже переключаться, поставлю вместо презентации, поставлю план. А вы думайте и пишите. Почему нельзя зимой проводить изыскания? Изыскания зимой проводить можно. Как обосновать это в прокуратуре, например? Не представляю, как это можно обосновать. Ну, это хороший вопрос, можно подумать на эту тему. Значит, основной ответ, что зимой проводить можно. Второе. Что мы понимаем под изысканием? Под изысканием мы понимаем не полевые работы. Полевые работы это полевые работы. Полевые работы это часть изысканий. Мало того, это может быть разная часть. Она может быть большая, может быть маленькая, может быть никакая. Все зависит от задачи. И это мы в какой-то мере обязательно рассмотрим. И даже сейчас я включу план. И по плану покажу, что мы перед тем, как начать заниматься гидрорасчетами, расчетами расходами воды, мы сначала рассмотрим два столпа, из которых вот эти расчеты расходов воды в гидрометозысканиях, на мой взгляд, состоят. Первый столб это непосредственно расходы. Что это за расходы? Что такое расходы воды? Какие они бывают? Разные характеристики? Как их оценивать? Вот такой вот столб-столб со стороны гидрологии. А второй столб это со стороны изысканий. Потому что кто-то может потом заниматься с расходами совсем по-другому. Например, ученые. Ученые могут там выводить какие-то свои зависимости, делать модели, ну и много чего другого. Так вот ничего этого, то, что делают ученые, у нас в гидрометозысканиях и, соответственно, в нашем вебинаре не будет. И поэтому у нас есть второй столб, который называется гидрометозыскания. И мы сначала посмотрим там. Что такое гидрометозыскание, какие там задачи, что туда входит. А потом состыкуем расчеты расходов воды гидрометозысканиями. И у нас будет специфический такой подход к расчетам воды с стороны гидрометозыскания. И там вот, когда будем говорить о гидрометозысканиях, там я как раз скажу, что гидрометозыскания это вот не полевые работы. Хотя такое мнение очень распространено, особенно среди начальников, среди заказчиков, среди топографов, среди экологов, среди геологов, возможно. Они многие думают. Например, топограф. Вот я в своей жизни два года работал не топографом, а гидрографом я работал, промерщиком глубин. Ну и вот там все остальные были топографы, а я был гидролог. Ну и они были правы. Потому что у них действительно именно так. У них всегда изыскание это поехал в поле, что-то измерил, потом записал. Написал об этом, нарисовал план и сдал отчет. То есть у них всегда первый этап, ну или может быть самый первый там предполевая подготовка, да. Потом поле, план отчет. Поле, план отчет. И у них всегда так, и у них создается впечатление, что изыскания это полевые работы. Так вот у нас изыскания это не полевые работы. У нас полевые работы, это может быть маленькая, может быть никакая, может быть средненькая, может быть большая часть. И мы вот это детально разберем, вот это взаимодействие, когда нам появляется необходимость работы в поле. Видите, подготовка, другая постановка вопроса. То есть, а когда надо ехать в поле? Мы это выясняем в программе работ в соответствии с ТЗ. Все это мы с вами разберем, что такое ТЗ, что ТЗ, это заявка от заказчика, что ему нужно. Если так очень коротко, типа дай вот это, дай вот такой расход воды максимальный. И мы потом выясняем, как мы будем получать, какие из нас есть исходные данные, делаем себе программу работы. И в этой программе работы выясняем. И выясняем, что, например, расходы воды, что там пост прямо здесь. И если нам нужны только расходы воды и есть пост, то вся наша работа заключается в том, что, ну не вся, но основная, что мы добываем здесь сведения по этому гидролизовому посту, обрабатываем теми способами, которые будем обсуждать с вами. И у нас получается ответ. И там у нас поля нет. Вот. И это можно сделать хоть зимой, хоть летом, хоть где угодно. Хоть когда угодно и вообще это не зависит от этого. Вот. Поэтому. А могут быть тяжелые пылевые работы, могут быть сложные, могут быть разные. И полевые работы, состав полевых работ, он у нас привязывается к потребностям. У нас привязывается к тому, что или прописано в ТЗ, или прописано в программе. Потому что в программе мы можем дополнительно себе показать, что вот по ТЗ там вроде ничего не надо в поле делать, а по программе мы понимаем, что надо, потому что для того, чтобы получить те исходные данные, которые нужны. И мы прописываем сами себе в программе, что да-да-да, вот едем в поле для того, чтобы измерить вот то, что в ТЗ не прописано, но нужно нам для того, чтобы получить исходные данные, чтобы потом превратить то, что мы получим в поле, в что-то нужное для ТЗ. Вот. То есть нет одного ответа. Потому что что значит зимой? Зимой, например, там где-нибудь в Сочи, там плюс 15. Ну и что? Что там, какая-то проблема с зимой? А если где-нибудь там на крайнем севере, так там и летом плохо также. Вот. Поэтому, может быть, как-то переформулировать вопрос. Может быть, не изыскание зимой, а выполнение каких-то конкретных полевых работ в каких-то конкретных ситуациях. Например, когда снег там толщиной больше метра. Или как-то еще. Вот, Павел. Так. Поэтому, как обосновать прокуратуре, вообще не в курсе, но надо подумать. Надо подумать, подумать. То есть, это, кстати, большая хорошая тема, которую тоже я хотел обсуждать. Но давайте я сейчас коротко скажу. Значит, когда есть вопрос, я уже из своей практики понял, что как минимум можно сделать три вида ответа. А может быть и больше. Первый вид ответа. Быстро, коротко сказать какой-то ответ, который вот у меня в голове. Исходя из своего опыта. То есть, я переначиваю эту ситуацию и говорю. Например, я всю жизнь работал в Сочи. И в Сочи там зимой точно все так же, как и летом. И может быть даже лучше в части климата. И говорю, ну как, это хорошо, что зима. Это первый вариант ответа. Это какой-то у меня из головы, из опыта конкретной ситуации. Второй ответ. Вид ответа. Это начинать у вас спрашивать детали. То есть, у вас выкачивать. У вас где зима? В Южном полушарии? В Антарктиде? У вас зима, проблема, что у вас дожди там в Таиланде? Или где там дожди, там не зимой, там осенью. То есть, я начинаю выяснять вашу конкретику. То есть, ваш вопрос, вот этот вот, я начинаю его детализировать. Вытаскивать, вытаскивать, вытаскивать. Задавать вам разные вопросы, для того, чтобы узнать конкретно, что именно вы подразумеваете под этим вопросом. И не отвечая на ваш конкретный вопрос, а я отвечаю уже потом на тот другой конкретный вопрос, который получится после конкретизации. Есть третий вид ответов. Это я расписываю многообразие ситуаций. Я говорю, что может быть вот так, и тут такое решение. А может быть вот так, а тут вот так, вот тут вот так, вот так, вот так, вот так. И когда я вот так начинаю рассказывать, то обычно говорят, ой, нет, 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 начинают уточнять. Говорят, нет, вот это нет, у нас значит не Сочи. У нас вот зима, мы подразумеваем, что это Якутск, что это минус 40. Я говорю, а, только вы-то об этом не написали. У меня-то своя зима в голове. Поэтому третий вариант ответа, это вот многообразие разных ситуаций. Это хороший, думаю, самый правильный ответ. Почему? Потому что вы тогда получаете ответ не только на ту конкретику, которая у вас в голове, задавая вот вопрос неполный, а еще и на другие варианты, потому что может быть разные ситуации, и в разных ситуациях ответ на очень похожий вопрос внешне, ответ будет разный, даже противоположный. Вот, поэтому вот выбирайте. Полевые работы. Так, Наталья. Например, требуется уклон. Так, а вот еще. Римма. От эксперта частенько получаю замечания по расчету. Вот и пришла послушать. Ура! Вот, молодец. Хороший тезис. С Риммой-то мы общаемся. Я этот вебинар веду уже 12 лет, и вы, наверное, приходили еще там 10 лет назад. Сколько раз, когда вы были на первом вебинаре, Римма? Сколько лет прошло? Павел. Так. Полевые работы зимой проводить в гидромете нельзя. Ага, вот уже конкретика. В гидромете нельзя. Ну почему же нельзя в гидромете? Не то, что нельзя, а полевые работы нужно проводить зимой. Если это полевые работы по определению толщины льда, то их летом как-то сложно провести. Поэтому, Павел, еще раз уточните. Наталья, например, требуется уклон реки по мере для переноса уровня. Можно зимой? Уклон реки по мере для переноса уровня. Можно зимой? Конечно, можно. Опять надо детализацию. Возможно, можно опять начинать дальше фантазировать. Я могу ответить коротко. Да, можно. Могу ответить длинно. Например, попытаться додумать до вас этот вопрос дальше. Что типа, а в каких случаях можно, а каких нельзя? В каких случаях тот измеренный уклон или перепад отметок, или уровень воды, который мы измерим на... У нас что зимой? У нас Нева зимой не перенерзает. У нас зима, Нева, у нас здесь Нева, она может быть замерзнут в январе, а может в феврале. Вот. Поэтому у нас январь, зима, зима. И в январе у нас течет отлично и все, и там никаких льдов нет. Если вы имеете... То есть вы как писали? Промерить зимой. Зимой на Неве отлично можно измерить уклон, прям отлично. Потому что, скорее всего, мы имеем в виду не зиму. Скорее всего, мы имеем в виду какие-то мешающие условия. Ну, если это зима, то мешающим условиям может быть ледоход, там осенний, весенний, да, может быть ледостав. Вот. И, возможно, вы пишете зимой, а подозреваете при ледоставе. И, возможно, вы имеете в виду не просто при ледоставе, возможно, это я начинаю додумывать, да, возможно, имеете в виду, что там при шуге. И шуга может быть разная, и может быть там чего угодно. И, возможно, мы интерпретируем, получаем другой вообще вопрос. И там типа вот в каких случаях образуется такая шуга, которая приводит к изменению напоров под льдом, и соответственно получается там напорный режим, и соответственно там вода выходит, когда вы бурите лунку, например, а можно измерять уровень воды по-разному, и если вы измеряете, например, путем бурения лунки, измеряете там уровень воды, то этот уровень в связи с тем, что там напорное движение может выходить на лед, и соответственно там может быть вообще все не то. То есть нам надо все-таки конкретизировать вопрос. Поэтому уклон-то будет, а как водосбор описать? Ага, вот, поэтому может быть теперь как водосбор описать? Может быть так, водосбор мы, ну по словам теперь надо описать, потому что там обычно мы не используем там описать, обычно мы определяем просто какие-то конкретные характеристики водосбора и площадь водосбора, И другие параметры, там уклон склонов, уклон водотока, то есть у нас есть параметры водосбора, есть параметры водотока на этом водосборе, которые тоже можно сюда свернуть, потому что это те исходные данные, которые нам нужны будут потом, грубо говоря, вставить в формулы для того, чтобы получить расход. Вот. И тут много разных ответов. Много разных ответов. Если это водосбор большой, то наличие снега, если вы имеете в виду зима это снег, то он ни на что не влияет. Если водосбор большой, если он там выраженный, если есть хорошие границы водосбора, то какая разница? Потому что мы границы водосбора определяем не зимой и не в поле, а мы границы водосбора определяем по картам. И тогда этот вопрос не становится. Нам все равно сейчас, что там на этом водосборе, потому что мы делаем эти границы, отбиваем границы водосбора по карте. И не только. Еще есть всякие другие способы, которые мы будем с вами перечислять, когда будем вот как раз заниматься вот этой темой, как определить водосбор. Вот. Поэтому, возможно, такой вопрос появляется, когда мы по карте определить не можем. Когда определить по карте не можем, мы говорим, а как еще другим способом можно определить водосбор? И мы говорим, ну, если это он очень маленький, то, наверное, тогда его можно определить в поле. Да? Ну, это редкость, да? Потому что мы почти практически всегда получаем площадь водосбора и другие параметры по каким-то исходным данным, например, картам, или планам, или там разного масштаба, и все такое. Вот. Поэтому, если вдруг такая ситуация, которая редкая, но если вдруг вы имеете в виду, что нам площадь водосбора надо определить по малому водотоку, где малая площадь водосбора, и никаким образом вы их не можете определить с карт, то как определить это в поле? Вот. Хороший вопрос. Ну, будем думать, как. Вот. И мы ответ на этот вопрос все равно найдем. Вот. Это... Но до этого мы должны дойти потихонечку, потому что я должен вас сначала подготовить. Вот. Так. Анна пишет. Был на моей памяти эксперт, правда, лет 10 назад, который был убежден, что расходы зимой измерять нельзя, так как на водотоке лед. Ну, тут не знаю, что сказать. Наверное, можно придумать такую ситуацию, когда зимой расход не измерить. Например, когда там малый водоток, когда там наледь, наледь толщиной 5 метров, и вы просто физически не сможете измерить расход. Наверное, бывают такие ситуации. Если ваш эксперт, например, наверное, у него был какой-то опыт. Был какой-то опыт, который вот отразился в такой специфике. Наверное, он был в такой ситуации, где не смог измерить расход воды, вот, который был маленький, который там... Вода была слоем, например, там 10 метров, а над нем была наледь толщиной 5 метров. И он, наверное, подумал, что так будет всегда. И был убежден. Павел пишет, логично, потому что как ввести зимний коэффициент? Зимний коэффициент, если вы имеете Казим, ну, как бы, если совсем новичков, что такое Казим? Казим это коэффициент, который показывает несоответствие расходов воды, связи расходов воды с уровнями летом, с той же связью между расходами уровня воды зимой. Что это значит? Ну, в общем, грубо говоря, мы зимой туда лед поместили, и при том же самом расходе воды, уровень воды зимой прет вверх. Вот, потому что, ну, примерно как, если представьте, представьте лето. Ну, не лето, в том смысле, что нет льда, да? Нет льда, и у вас есть какой-то расход, и он соответствует какому-то уровню. Потом там у нас выросла трава. Трава выросла, и тот же самый расход стал течь выше. Трава ему мешает. И вот здесь это называется Казар, коэффициент перехода для зарастающего русла, что для тех же самых расходов воды уровни будут выше. Или там, на самом деле, по-другому, там, на самом деле, для одного и того же уровня воды меняется расход. Ну, это тоже можно и так, и так это интерпретировать. Вот, то есть при том же самом уровне расход пройдет меньше, потому что остальной вылезет выше. Вот, и та же самая логика зимой. Вот, ответ. Нам, с вами, в наших гидрорасчетах это будет неинтересно. Ну, по крайней мере, почти всегда. Потому что это будет специальная тема. Сейчас вот скоро перейду уже к обзору нашего структуры вебинара. Я там покажу, что... Там я это не покажу, я просто укажу, что мы будем говорить о специфике нашего взгляда гидрометроизыскания, гидрометроизыскателя на расчет расходов воды. И там вот эти козар-козим, вот эти вот зимние коэффициенты мы даже ни разу не вспомним. Практически никогда. Там вот та конкретика... Ну, вспомним, вспомним в другом случае. Мы вспомним, когда... Вот в целом изыскании, в целом в изысканиях мы делаем расчетные расходы воды зимние. И потом, там же в нашем отчете, используем полученные значения минимальных или просто зимних расходов воды, мы будем переводить в уровни. Там же в нашем отчете. Да, вот тогда там мы вот этот зимний коэффициент используем, и это уже отдельная тема, и как мы его найдем? А вот как-то? Вот как-то мы его найдем? Мы его найдем, возможно, не по нашему створу совсем. А возможно, мы просто скажем, что на таких реках, такого размера, по известным там каким-то старым исследованиям в этом районе, вот зимой там вот этот козим, скажем, там, не знаю, 0,3. 0,4. Вот. Соответственно, мы возьмем, и вот уже куатаж в нижней части при 0,2 будем с этим коэффициентом использовать. Вот. Потому что... Ну, в общем, это уже не расходы, расчеты расходов воды, это уже следующий шаг, пересчет его в уровне, если нужно. Может такое быть. Или наоборот. Или наоборот, когда тоже такое иногда у нас будет, когда мы расходы будем получать... Мы расходы воды, наши расчетные, можем получать очень много разными способами. Среди них типично это при наличии данных и при отсутствии данных. При наличии данных, это значит ряд наблюдений за этими расходами, например, минимальными, мы его обрабатываем. При отсутствии это подразумевается, что у нас этого ряда нет, соответственно, мы считаем по неким разным формулам. Вот. И... Но, вот если вы сейчас вернулись к этой теме, что может быть такое, что мы получим расходы из уровней. По кривой связи. Если кривая связи при зимнем режиме, при ледовом режиме изменяется, вот мы это учтем. Вот. В общем, это вот такой не ответ, это такой наметка от метода. Так. Вот, Павел. Поэтому вот зимний коэффициент при необходимости вот введем как-то вот так по аналогии. Это будет специальная у нас тема. Это хорошая тема. Заключается в том, что у нас гидравлические характеристики, мы это медленно будем рассматривать, потому что сейчас это не ответ, это как бы декларация того, что будет ответ. Что у нас разные гидравлические характеристики. Есть такие, которые можно переносить с одного водотока на другой. Такие вот, которые районные. И есть такие, которые нельзя переносить. И еще между ними будут такие, которые можно переносить, но не сами эти характеристики, а некие нормированные вещи. Ну, в общем, все это мы обсудим. И я вам покажу списочки, которые, может быть, очевидные уже для изыскателей. Ну, я буду ориентироваться для новичков. Я буду это рассказывать. Что можно переносить, что нельзя переносить. Поэтому, если это можно перенести, то мы очень даже будем переносить вот откуда-то зимний коэффициент. Павел, о притоке как обнаружить зимой под снегом и само русло ручья. К нашим расчетам этот вопрос, Павел, что как притоки обнаружить зимой под снегом и само русло ручья, не имеет отношения. Это медленно пойдем, вот когда будем говорить взгляд изыскателя-гидролога. И мы там скажем, что для расчета расходов воды нам, ну, почти всегда это будет просто неинтересно. Вот. Поэтому изыскания, гидромет-изыскания, это не те изыскания, которые, например, у топографов. У топографов я уже рассказывал, там пошел, измерил, записал. Начертил, сдал. У нас не так. У нас логика другая. У нас логика такая. Выяснил, какие характеристики нужны. Выяснил, какие есть исходные данные для получения этих характеристик. Выяснил, можно ли с этих характеристик получить результат. Если можно, то получил, отлично. Если чего-то не хватает, то ищем другие исходные данные. И если среди этих исходных данных появляется что-то необходимое измерить в поле, вот только тогда мы идем в поле, только тогда мы что-то измеряем. То есть у нас получается для расходов воды поле это не то, что не главное, оно вот такое факультативное. Это один из способов получения нужных характеристик тогда, когда они нужны. А это мы выясняем каждый раз индивидуально. Притоки нам не нужны. Павел, в месте, где родник, строит дом. Прокуратура требует провести работу и ввести в ГВР водный объект сейчас, когда все замерзло. Прокуратура. В роднике, в месте, где родник, строит дом. Прокуратура требует провести работу и ввести в ГВР водный объект сейчас, когда все замерзло. ну такая ситуация такая ситуация к нашим расчетам расходов воды значит тут много разных ответов много разных точек зрения если вы имеете ввиду из точки зрения вот нас как гидрометодискатели занимающиеся расходами воды как мы об этом подумаем расходы воды мы сочетаем потому что мы будем использовать не русло не зиму не лед не там уровень воды сейчас в этом створе ничего этого мы будем использовать параметр водосбор который мы определим по картам и поэтому независимо зимой или летом мы будем и другие параметры водосбор не только площадь пара другие мы будем использовать формулы они тоже не зависит от зимы мы будем использовать районные параметры которые тоже не зависит от земли, которые вообще-то не зависят, они просто районные. Поэтому мы будем использовать формулу, в которую вставим те параметры, которые сами определим по картам, и те параметры, которые или возьмем из ресурсов, или рассчитаем обратным ходом через аналоги, вставим все эти характеристики и значения в формулу и получим ответ. Таким образом мы расходы получим. И это довольно нужная характеристика для оценки того, что обоснование, что это водный объект, его можно будет нести в ГВР. Поэтому с нашей точки зрения, с точки зрения нашего взгляда, как бы проблем нет. Ну и пусть зима, ну и что? Потому что мы ничего там измерять для расчетов расходов воды не будем. Другое дело, что для обстановки в ГВР, наверное, нужны не только параметры расходов воды, но и всякие другие характеристики. Вот. Ну и тут, в общем, интересная тема. Ее можно рассмотреть. Вот. Я, например, делал. Я делал зимой обследование водотоков для вот гидронской характеристики, для определения статуса водного объекта, для вынесения в реестр. Ну и как-то для меня зима не была проблемой. Вот. Вот так. Павел. Наталья, СП 33. Уровень приносит правильному профилю при высоком уровне. Будет ли правильно проводить при ледоставе, так как сроки и нет времени ждать половодия? Наталья, отличный вопрос. Значит, тут говорится, я уже интерпретирую опять, начинаю вопрос, да, что у нас есть, нам надо перенести уровень воды. То есть у нас где-то есть какие-то сведения об уровнях воды, например, гидролористский пост или какие-то другие сведения. У нас есть один створ на водотоке, в котором мы знаем уровни воды. Ну, например, те необходимые нам, расчетные, максимальные, на процентах. Мы понимаем, что это водоток, и понимаем, что там есть уклон, понимаем, что он там не в подпоре, что он не изменен интерпогенно, не естественными всякими, и мы хотим перенести по длине водотока. Это делается через уклон. Или другими способами, да? Потому что там с графиками связи между кривыми квадаж в разных створах. Вот. Ну, в общем, да, про уклон. Будут разные ответы, будут разные ситуации. Если уклон у вас очень маленький, так с руки нет времени ждать половодия. Если у вас зависит от перепада между вашими створами. Если у вас перепад, что такое перепад? Ну, тот условный, который мы пока еще не знаем. Например, если у вас Волга внизу, у вас уклон один сантиметр на километр. Так. И этот уклон примерно плюс-минус, он будет и в Межень, не, точнее как, в Межень там будет он такой вот, ну, в общем, осредненный. Такой вот осредненный тот, который нужно использовать в половоде для переноса уровней воды по длине водотока. Если он у вас один сантиметр на километр, или два, или три. И даже если у вас между этими створами там 10 километров, и перепад между ними 10 сантиметров. Вот. И все такое. В общем, если перепад очень маленький, то тогда по барабану. Вот как бы не точно вы не измерили один уровень в створе, где у вас есть эти сведения об уровнях. Как бы не точно вы не измерили уровень воды сейчас у себя, плюс-минус. Как бы вы можете получить там нулевой уклон, или три сантиметра на километр, или пять сантиметров на километр, или вообще какой-то обратный у вас получится из-за того, что вы неправильно измерили. То есть вы будете прыгать, то есть вы не точно измерите один, не точно измерите другой, и это наплевать. Потому что у вас общий перепад там 5 сантиметров. А вы оценили его в ноль, или в минус 2, или в 10. Ну и что? Это все в пределах точности. Для реки Волги вот этот ваш неправильно определенный уклон, это все ерунда. И мало того, если это у вас большая река, то тогда уклон мы берем не из поля. Если это у вас большая река, и даже средняя река, и не только средняя, к чему? Это вообще длинная такая тема, которая по уклону, которую мы разбираем в вебинаре не по расходам воды, а в вебинаре по уровню воды, там все это я рассказываю. Вот, логика какая, что... А теперь то же самое, что я рассказывал, что вы неправильно измерили что-то в одном створе, не в другом, но у вас перепад ничтожный, ну и что? Вы здесь не точно, вы его используете... То есть само значение уклона может сильно различаться, да? Или ноль, или там 1 промилле, или 3 промилле, о, насколько... То есть в значениях получается обалдеть, как изменяется, а на что не влияет. Вот. Ответ такой, что нужно... Чем длиннее у вас база, чем длиннее у вас расстояние, на котором вы определите уклон, то есть надо брать еще с запасом. Если между вашими, например, километр, то возьмите неизмеренный ваш полевой уклон на участке длиной 100 метров. Это будет полная фигня обычно. Это вообще фигня всегда, и безо льда. И безо льда, в межень, там вообще нулевые уклоны, где-то там волнистая линия такая. То есть вот эти все измеренные на коротких базах, их в поле, их надо выкинуть сразу. Их надо вообще не использовать. Использование их это самый большой вред. Поэтому хорошо, когда вы оцените перепад между вашими створами, между которыми километров. Или там 5 километров. Вот. Но еще лучше, если вы измерите еще на большей базе. Не на одном километре, не на трех, а вот на десяти километров. И вы говорите, ой-ой-ой, а как же это так? Получается, что мы не в створе будем работать, хотя это привычно кажется, да? Кажется, что изыскание, это вот мы в створ пришли и там что-то измеряем. А что это мы попрямимся в одно место, в другое, там куда-то далеко, чего-то. И тем более там туда не доехать. В общем, там проблемы, там д-д-д-д. В общем, там можно придумать кучу проблем. Так вот, не надо ничего этого делать. Мы берем мелком, крупномасштабную карту какую-нибудь там десятитысячную. Берем двадцатититысячную. Берем пятидесятитысячную. И по ней определяем в целом перепад. Перепад не воды, которая там может быть прыгать как угодно. Какие-то волны, местные перемены уклонов. А мы берем вот этот общий перепад на большом участке. От горизонтали до горизонтали. От одной отметки, которая показана на пятидесятитысячнике, до другой на пятидесятитысячнике. И видим там перепад. Ого, два метра. Там. На десять километров. Мы говорим, во! И мы говорим, а мы вообще, что это, фигни, вообще так делать нельзя. Да, вы говорите. Потому что мы не знаем, что это за уровень. И не знаем, что это за уровень. Чему они соответствуют. Это меженые-меженые. Или средний-средний. И чего это такое? Как можно на это опираться, кажется, да? А я говорю, да, вот именно на это надо опираться. Именно поэтому не нужно при ледоставе измерять какой-то на ста метрах, на двухсот, на трехсот. Измерять, пытаться какой-то уклон, который будет вообще никакого отношения иметь к половодному. А вот этот перепад, который вот на карте, который вот два метра на десять километров. Это не точно. Это не точно. Но уклон, вот уклон, ему некуда деться. Здесь вы не точно. То есть вы можете сверху, туда-сюда, не точно. Снизу, туда-сюда. Но уклон общий вот этой долины, который соответствует уклону потока при половодии, как раз это самое то. Вот. Поэтому при ледоставе не нужно измерять в поле какой-то там уровень, какие-то там местный уклон. Он никакого отношения к половодному не имеет. Вы берете карту, вы берете изолений. Ну, в общем, что-то там пытаетесь найти такой вот мелкомасштабный, из которого вы в целом оцените, что там происходит. Если у вас это ручеечек, если у вас ручеечек, то берете топоплан любого масштаба. Если у вас реально, если были топосъемки, то просто по съемке берете. Если у вас ручеечек, там большой, малый водоток, большой уклон. Вот это то, что вы возьмете с топоплана, по горизонталям. Это то, что нужно. Не надо ловить воду. Не надо бежать за водой и пытаться измерить вот воду здесь и вот там. Как написано во всех учебниках, во всех этих нормативных документах других. Но это мое мнение такое, Наталья. Коллеги, вот вопросов больше нет. Так, коллеги, кто удовлетворен моими ответами, напишите, что хорошо. Если кто не удовлетворен, напишите, что... Переформулируйте свой вопрос, переформулируйте, значит, критику к моему ответу. И можно еще обсудить. А я буду переключаться, я буду переключаться на план, план нашего бинара дальше. Так, а что-то нет у меня этого. Так, сейчас, 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 сейчас добавлю. Так, Наталья, спасибо. Так. Так. Александр пишет, вот это интересно, думаю, не только мне. Как сделать что-то на практике, а не тупо следовать пункт нормативки. Ура, спасибо, Александр. Так, что-то не могу включить это... Так. А вот, наверное, вы сейчас видите, да? Нет, давайте я попытаюсь, я попытаюсь... Я попытаюсь сделать как надо. О, получилось. Коллеги, если вы видите план вебинара, напишите, что вы видите план. Так. Темы. Кручу, коллеги, напишите, что вы видите. Рима плюсик, ура. Напишите, что, значит, план, элементарные понятия. То есть, завтра и в следующие выходные у нас будут, наверное, первый и второй пункт. Первый пункт, элементарные понятия. И второй пункт, элементарная статистика. Это элементарная статистика. Павел вижу, Анна плюсик, Ирина видно. Ура. А потом еще раз будет вторая статистика. Уже та статистика, которая заточена под решение наших задач. Вот. Значит. Александр плюсик. Ура. Так. Элементарные понятия. Вот это будет завтра. Там что такое водоток? Что такое створ на водотоке? Что такое ширина, глубина? Площадь поперечного сечения, скорость сечения, расход. Расход, площадь, скорость. Расход, объем, время. Вот. То есть, мы будем рассматривать, будем крутиться вокруг расхода. И все. Сначала будем к нему подходить. Потом будем это понятие крутить с разных сторон. Как его можно определить в поле. Как его можно определить через осадки. Коэффициент стока здесь я не написал. Наверное, где-то... Здесь территория, вода спуслась только. Здесь коэффициент столько напишем. Вот. Ну, может быть, и есть. Как бы на трех системных уровнях. На уровне створа. Это так, как мыслят топографы. А как мыслят проектировщики. Они видят свой объект. Этот объект находится на берегу. И они видят реку. И говорят, вот, нам интересно здесь. И мы так тоже сможем оценить расход. Но нам надо уметь все рассматривать по-другому. Еще будут еще три системных уровня. Будет системный уровень. Это мы говорим, вот, увязка расхода с уровнем. Да, в этом створе. Но это не тот расход, который вот сейчас сечет. Это вот такие разные расходы при разных наполнениях. Которые соответствуют разным уровням. Или, точнее, уровнях соответствуют разным расходам. Ну, взаимосвязь между расходами и уровнями. Вот. И мы говорим, о, вот у нас часто расход будет нужен для уровней. Или уровень будет нужен для расхода. Или мы можем проще определить уровень, а потом перейти к расходу. Ну, так реже делается. Но все-таки. То есть, пока мы еще не занимаемся гидро-расчетами. Сейчас просто будем крутить, как разные характеристики гидрологические, морфометрические и гидравлические связаны между собой. Вот. То есть, первый на уровне просто вот он там течет. Там есть ширина, глубина, скорость. Второй. Связь с уровнями. Третий. Это вот уже через водосбор. Так как мы, ну, большей частью будем с вами дальше, вот уже в гидро-расчетах, именно так. Мы будем говорить, вот, есть водосбор, есть параметры водосбора. И там с этих всего-всего-всего этого мы определим расход в нашем расчетном створе. Не тот, который сейчас течет, а тот, который может там течь. Который может течь минимальный, который может течь максимальный, средний. Разные гидрографы там даже оттуда тоже. Все это с параметры водосбора. И вот, то есть, мы вообще-то выясним, что, здесь, не знаю, мне написано, не написано, дальше будет, что водосбор это у нас самое главное. Ну, не то, что самое главное, но одно из прям вот таких вот таких вот таких. Будет такой, будет такой вопрос, например, что, а как определить параметры расхода, когда у нас мы не знаем параметры водосбора. Ну, тоже будем решать такие вопросы. Почему? Потому что мы сможем подойти к определению вот этого понятия и значения его тоже в наших гидросчетах по-разному. На уровне створа, на уровне вот уже морфо-створа. То есть, на уровне створа это гидроствор. Ну, это будем медленно все эти параметры характеристикой. Сейчас обзор. Сейчас это я еще не рассказываю по порядку. Это я просто слишком быстро что-то много говорю. Что мы будем последовательно говорить, что такое гидроствор. Вот створ, да. Что такое морфо-створ. Так. Что такое водосбор, да. Вот. И мы все это увязываем потом как раз к нашему расходу. А потом еще даже на характеристики территории. Круговорот воды в природе. Тут еще там свои другие коэффициенты, свои другие подходы, водный баланс. Вот. И связь. Вот уровни получения ответа. А, ну это буду рассказывать. Пример. И вот это я уже в какой-то мере сказал. Это будет специально такая тема, где мы выясним с вами, что есть... В связи с тем, что у нас увязка разных характеристик, которые нам нужны, будут в процессе реального объекта по определению расходов воды, то какие-то можно будет перетащить с соседей. А можно свои примеры сложных участков. Конечно, да. Мало того, я даже вот здесь вот не написал, а вот здесь вот хотел... Вот здесь вот здесь надо было написать примеры моих участков. Я, это может быть, в начале покажу, как бы вот это вот, вот это вот, первые две темы. Первая и вторая. Элементарные понятия, элементарные статистики. Это для новичков совсем. И там я сначала просто покажу в принципе, да, вот так. Чтобы... И там будет ничего не понятно. Если новичкам будет ничего не понятно. Да, в конце будет, надеюсь, уже понятно. Вот. И, конечно, будут примеры, я буду примеры показывать, когда. Это сейчас будем, перейдем ко второй части, вторая часть, которая у нас в январе. В январе мы уже будем реальными гидроасчетами заниматься. Потому что сейчас вот здесь вот на, вот, на этом вступлении в декабре, наверное, своих уже... Ну, пример так покажу, просто пример, без ответа. И тут вот мы не будем заниматься конкретными участками. Это вообще. Это вот примерно, как студентам рассказывать, просто у меня будет свой порядок изложения. Как вот, или в школе даже с школьником. Здесь, наверное, все школьное будет такое. Вот. А уже потом примеры будут. Когда? А вот когда мы перейдем уже там к максимальным расходам дождевых паводков, там, половодия, гидрограф, распределение расходов воды по рукавам. Вот там я буду показывать свои участки. И я что-то думаю, что, похоже, мы не уложимся в наши сроки. Похоже, будем еще потом продолжать. Вот, коллеги. Поэтому элементарная статистика. И вот это будет, наверное, думаю, что... Потому что это вступление на тот случай для тех, кто не то что гидрорасчетами не занимался, а вот вообще в каких... Ну, скорее всего, все с вузами, да, скорее всего, с высшим образованием, но все высшие образования разные. Возможно, там где-то статистики не было. И поэтому статистика у нас нужна. Статистика у нас будет такая прикладная дальше. А вот сейчас элементарные вещи. Что такое среднее, что такое фринкотическое отклонение, костяновые вариации, как это мы можем отразить на клетчатке вероятности. Ну, это как бы самое такое-самое-самое простое. И вообще-то, как будто бы и без приложения к гидрологии. Потому что все, что здесь будет в элементарной статистике, это, скорее всего, будут следующие выходные, это вот можно применить где угодно. Тут еще не будет критского менкеля. Вот. Здесь будет только нормальное распределение. Или там, асимметричное. Вот. И вот тут потом уже. И вот это, наверное, тоже элементарное. В общем, мы так потихонечку из элементарного будем переходить в такое вот уже прикладное к гидросчетам. И здесь вот что нужно проектировщику. Вот. То есть... Прожектировщику абсолютно не нужен ваш измеренный зимой в поле уровень. Или уклон, или глубина. Вот вообще. Вот вообще никак. Ну, и это вот здесь будем обсуждать на этой теме, вот третьей теме, что... А что ему нужно? А ему нужно экстремальное, ему нужно сценарное, ему нужно обеспеченное. И ему нужно вот такое специфическое, то, что не сейчас, а в будущем. То, что не будет, а то, что может быть. То, что... Не одномоментно, а за все 30 лет расчетных. За 30 лет вот оно может случиться. А может не случиться. Вот такой вот. То есть ему он очень специфически просит расходы. Вот. Потом, в связи с тем, помните, я вам говорил, что у нас два столпа. Первый столб это... Вот мы уже посмотрели. Первый столб это вот элементарные гидрологические понятия. Это вот статистика, которая тоже... Это получается третий такой столб. У нас как бы просто гидрология, да. Такая гидрология, вот такая вот... Предмет с предмет. Вот мы там... Вода течет. А потом статистика. Это какой-то такой столб, который говорит, а мы теперь вот это... В тех приложениях, которые нужны для проектировщика, мы вот эти вот характеристики будем обрабатывать статистически. Потому что, ну... Все, что при наличии данных, оно вообще на статистике. А то, что при отсутствии данных, оно все равно завязано статистикой. Потому что все равно мы там используем и значения. И получаем значение, например, максимальный 1% расход воды. И используем для этого значения, например, там максимальные 1% осадки. И потом переходим от 1% к 2% и 10%. То есть у нас даже при наличии, при отсутствии данных, когда считаем по формуле, все равно как бы в статистических параметрах, характеристиках общаемся. И первый столб такая простая гидрология. И второй столб статистикой. И третий столб такой вот мы очень однобоко на это будем смотреть. Потому что первые две части еще не отвечают требованиям гидрометозыскания. Первые две части, потом там можно свернуть, имея все это, и заняться наукой. И там другие задачи в науке, там другие методы, другие действия, другие результаты. А мы говорим, нет, вот мы сворачиваем в другую сторону. Мы сворачиваем в сторону гидрометозысканий, потому что мы, ну как, почти никогда не будем разрабатывать свои методы и свои формулы. Хотя я об этом тоже немножко расскажу. Ну как, потому что если когда-то чего-то нужно будет там самим, все-таки можно сделать и самим. Но в целом мы ничего сами не делаем. Почти всегда мы используем уже известные. Поэтому мы наукой не занимаемся. Мы науку используем как частичку. Вот мы используем, мы используем статистику, мы используем вот общие понятия гидрологии, мы используем то, что наука нам дала в части методов по гидрорасчетам, мы их используем. Вот, вот и все, вот так в основном. Ну вот. Так, проектировщики. И теперь вот следующая тема это гидрометозыскания, потому что это такой столб. И вот здесь в гидрометозысканиях вот как раз рассказываю. Там у нас будет несколько жизненных циклов. Будет жизненный цикл в целом проектного объекта. Потом мы скажем, что вот там есть в этом жизненном цикле, жизненный цикл это последовательность действий. Говорим, есть у нас изыскание. В этом жизненном цикле изыскания есть гидрометозыскание. И в этом гидрометозыскании есть у нас последовательность действий уже по гидрорасчетам. И у нас вообще-то если очень-очень-очень свернуть, то все наши действия, если очень грубо, то все наши действия по гидрорасчетам такие. Первое. Выясняем, что нужно. Потому что в одних случаях нам нужны максимальные 1%, а в другом случае нужен гидрограф. А в третьем случае нужно и то, и другое. Второй этап. Выясняем, какая у нас изученность, или в переводе на русский язык, какие исходные данные у нас вообще есть. Следующий шаг. Смотрим, как из этих исходных данных мы можем получить вот этот нужный результат. Потому что какой результат нужен мы поняли. Это в ТЗ написано. Какие исходные данные мы поняли, это изученность. И мы говорим, как теперь это мы можем преобразовать в результаты. Если понимаем все просто, мы говорим, о, вот так и делаем. Если говорим, нет, ничего не понимаем, у нас не соответствуют исходные данные вот этим результатам. Тогда мы начинаем придумывать, а каким другим способом можно. То есть вот эти разные цепочки практически и будем как раз здесь обсуждать. Что из чего получить. Вот. И потом говорю, во, значит нам чего-то не хватает. Значит мы тогда таким образом добываем. Разными способами. Покупаем, выписываем, сделаем запросы, делаем клич в группе ВКонтакте, ищем в своем архиве, в чужом архиве, к друзьям обращаемся, д-д-д-д. Мы добываем те нужные исходные данные, которые разные. И вообще исходные данные, это отдельная тема. Ой, может быть как-то я рассказываю не совсем так, как написано здесь в этом плане. Но по порядку мы все это рассмотрим, что какие исходные данные, какие виды исходных данных, какие места, где вводятся эти исходные данные, и как их добывать. Это мощная такая вещь, да. Вот в этой логике. И там где-то, где-то, где-то может получиться, что нам вот такие исходные данные, которые вот в поле. О-о-о. И тогда мы говорим, ну ладно, значит ничего не получается, вот вообще никак не сделать, кроме как вот в поле. И тогда мы едем в поле, и там в поле делаем то, что нам нужно. И вот все, что я сейчас рассказал, вот это выяснение, то есть добыча, уже есть исходные данные, добываем новые исходные данные, это вот мы в программе описываем. Это программа. Наша программа работает, в программе мы описываем. Вот будем делать так, при наличии данных, при отсутствии данных, еще как-то. Вот. И потом уже самое простое остается. Потом остается вот все это выполнить. То есть взять те данные, которые есть, добыть те данные, которых нет, потом положить в мясорубку, в мясорубке превратить вот эти исходные данные в результаты. Вот. Ну и казалось бы, что вот это, вот эта мясорубка, вот это можно было начать, этим закончить, да. Но это у нас впереди, Сейчас покажу, докручу и покажу, когда мы там уже непосредственно будем в этот же метод. Потому что, что я сейчас вам рассказал? Я вам рассказал, что мы выясняем, что надо получить, выясняем, как мы это будем получать, выясняем, какие данные, ищем эти данные. А потом эти данные превращаем в ответы. Это к чему это? Что вот изыскание, это не просто взял формулу, параметры и получил ответ. А изыскание, это вот эта последовательность, которую я сейчас вам рассказал. Выясняем, что нужно, выясняем, какие исходные данные, как мы эти исходные данные, любые данные, можем превратить в результаты. Если все понятно, о, все понятно. А если непонятно, значит думаем другими способами. Какие другие данные, какими другими способами. К чему? В гидрометозысканиях всегда должен быть ответ. Даже тогда, когда не получается, даже тогда, когда нет исходных данных, даже тогда, когда другим способом, третьим, четвертым, пятым, и пятым не получается, и в общем, в гидрометозысканиях мы ответы должны дать в любом случае. В этом, например, отличие от науки. Потому что наука, она очень проста. Она берет те данные, которые есть, и получает какие-то ответы, которые можно получить из этих данных. То есть у них очень просто. А вот у нас сложно. Потому что у нас иногда наука помогает, тогда, когда есть, например, способ превращения имеющихся данных в ответы, а иногда не помогает. Тогда мы начинаем делать какими-то обходными путями, которые тоже с вами рассмотрим. То есть наука думает, что изыскание это маленький кусочек, который там в результате. А мы думаем, что изыскание это большая такая штука, где наука такая маленькая штучка, которая нам иногда может помочь, а иногда может не помочь. То есть у нас взгляды разные. Мы смещаем такой фокус, и наука уверена, что да, что изыскание это какая-то прикладная вещь, что-то там измерить в поле и вставить формулы, и до свидания. Что это какие-то технические отчеты, которые делаются по стандарту. А у нас взгляд совсем другой. Мы говорим, фу, так наука это что-то такое простое, там они только крутятся в известном. А у нас-то вот все неизвестно. У нас неизвестно данных нет, у нас неизвестно, как эти данные превратить. Но тем не менее, мы ответ должны дать всегда. Потому что изыскание это когда есть ответ. Вот. Так, теперь взаимодействие тоже еще мы не дошли. У нас появляется, у нас выясняется, вот это я расскажу очень коротко. Коллеги, если кто смотрел там мой вебинар организации гидрометазысканий, или гидрометазысканий для новичков, там вот я детально это рассказывал. Но здесь все-таки мы немножко об этом вспомним. О том, что у нас есть разные взаимодействия. У нас есть структура. Даже если вы там ИП, даже если вы на вольных хлебах, все равно есть начальник какой-то, да. Который вы можете быть начальником, да. То есть вы, если один, то вы все равно исполняете разные роли. И вот это нужно в какой-то мере понимать. А если вы разные, то изыскание делает не гидролог. Гидрометазыскание делает не гидролог. Это удивительно, да. Гидрометазыскание делает группа. В которой гидролог выполняет свои обязанности, функции. У него своя роль. Если у него есть обязанности, у него должны быть права. А еще и в изысканиях участвует и ваш начальник. Потому что это он взял. И у него есть, поэтому у нас будет взаимодействие вот это между исполнителем конкретным и тем, кто вот это все инициировал. Ну, там подетальнее все это обсудим. И еще есть внешние люди. То есть у нас в отличие, например, от действующих СП, как старых, так и новых, там везде должен, должен, должен. А у нас мы выясняем, что нет. Во-первых, непонятно кто должен. Мы говорим, что вот у нас есть разные роли. Есть разные права. И у каждой делает свое. И мы выстраиваем взаимодействие. И это нужно для расчетов расходов воды. Это нужно. Почему? А потому что, помните, я вам рассказывал, что мы превращаем исходные данные в результаты. И превратить исходные данные в результаты и гидролог всегда сможет. Это просто. А вот добыть исходные данные, это вот гидролог не всегда сможет. Почему? Потому что иногда надо 100 тысяч рублей, чтобы купить ряд. Иногда надо еще куда-то деньги, чтобы еще что-то купить. И все остальное. И у гидролога нет этих денег. И у него нет еще и контактов. Потому что источником данных, например, может быть шикарным источником данных, может быть заказчик. Опять, например, там топоплан, который нам нужен, да, или там, ну, много чего. Или источником данных может быть проектировщик. Или вообще просто взаимодействие с проектировщиком, чтобы понять, вот то, что мы дали, это то, что нужно или нет. Или шикарным, не то, что прямо там, чуть ли не основными источниками данных, у нас являются это топографы, гидрографы, да. Ведь нам же нужно понимать вообще, где это, нужно понимать, есть ли там водный объект, какой водный объект. Мы-то, конечно, во всем этом разберемся, но в связи с тем, что это у нас изыскание, а в изысканиях вот как раз вот эта вот куча разного рода изысканий, то у нас должно быть отработано взаимодействие с смежниками. И это взаимодействие идет по-разному. Ну, и если не получается напрямую, если мы с вами как гидрологи пишем топограф и пришли там топоплан по трассе или продольник по трассе, а он нас посылает, то мы уже больше так не делаем, а мы эту проблему передаем своему начальнику или заказчику. Или там еще, как у вас иерархия это образована. Коллеги, ну ладно, тут соответственно всякие другие с кем мы взаимодействуем и с экспертом. С экспертом в конце будет тема, которая будет называть взаимодействие с экспертом. Теперь строим свою особую дисциплину. То есть мы, видите, еще к гидрорасчетам-то что-то не приступили. Но вот это длинное вступление, которое кому-то покажется нудным, кому-то покажется ненужным, длинным, пропустите его, приходите в самом конце, где мы уже, значит, сейчас. Теперь, соответственно, вот какой воднабег, какие данные, выбор, исходные данные. Вот, исходные данные, тема, какие исходные данные, места, когда бывать. Вот, вывод. Еще есть тема такая о точности и неточности гидрологических характеристик, которую я здесь не расписал, но которая, может быть, будет целый час. И она будет... Вот можно было начать хотя бы с этого. Если все, что было до этого, можно было пропустить, то вот это я бы не пропустил ни в коем случае. Почему? Потому что будет... Ну, у меня особый же подход не так. Может быть, у меня неправильно я все рассказываю, но все-таки не так, как все другие. И вот, соответственно, в вузах начинают сразу. Взял формулу, подставил, взял точные значения, получил точные ответы. Мы с вами постараемся изменить этот взгляд. И что будет в конце вот этого темы о точности и неточности гидрологических характеристик. Мы с вами... Ну, я сделаю такой вывод и очень надеюсь, что и у вас это получится. И это нам крайне будет полезно дальше, уже непосредственно для расчета. Понимание того, что правильных исходных данных нет, точных. Точных и правильных, и таких вот универсальных, и формул нет. Вот. И, соответственно, те результаты, которые мы с вами получаем по этим неточным данным, по этим неточным формулам, они тоже неточные. У нас всегда есть диапазон, всегда есть разброс. И этот разброс может быть и 100%. Особенно для малых водосборов. Особенно для малых водотоков. Потому что их никто не изучал, потому что мы сами свои данные получаем, непонятно какие. В общем, и вот это хороший такой будет первый шаг, трамплинчик для того, чтобы... Вот. И вот тут, наконец-то, мы пошли уже... Вот сейчас, видите, будет при наличии данных. Так, это я вам уже рассказал, преобразование исходных данных в ответ. А, и здесь разные ситуации. Казалось бы, надо начинать с... При наличии данных, при недостаточности, при отсутствии. Но сначала у нас будут вот такие штуки. У нас будет сразу есть ответ. Помните, мы же говорим, что у нас надо получить ответ. Так вот, если ответ уже есть, то тогда не надо. Исходные данные, преобразование в ответ. Нет, такая тоже ситуация может быть. И реальный пример я вам приведу. Вот. Потом, в мат-модели, сами вводим зависимости. Помните, я говорил, что мы вроде бы это не делаем. Но если когда-то надо будет, то тоже можем делать. И вот еще есть такое, что мы не считаем. Когда у нас объект зарегулированный, когда у нас нижний объект ГЭС, то считать самим не надо. Надо просто пойти и добыть или у собственника, или у эксплуатационника, или у надзорного органа, или еще где-то. И это вот очень правильный шаг. Потому что в нижних объектах самим не рассчитать. Или рассчитать, но это будет совсем не то. Это будет выглядеть очень бледно. Вот. Проблема малых водотоков. Нормативы. Понятно. Вред нормативов, польза нормативов. Странное положение нормативов. Программы. В чем считать? Все, что я буду демонстрировать, я буду демонстрировать в Excel. Мы в Excel с вами построим и кривой обеспеченности, и... Что еще нам там нужно? И кривой эквотаж. И сосчитаем по формулам по разным. И удлиним ряд. И множественную корреляцию с вами. Все мы с вами сделаем в Excel. По крайней мере, я так буду показывать. И мало того, там даже сейчас вот я дойдем, я покажу, что там некоторые вещи можно делать разными способами в Excel. В общем, я работаю только в Excel. У меня никаких других гидрологических, таких расчетных, специализированных программ нет и никогда не было. И, в общем, я доволен, и всю жизнь так оставался. Так, теперь, при наличии данных, тут всякие, значит, исходные данные, длина ряда, проверка на однородность, статистические, что делать, если неоднородные, пирические, теоретические, пирсоны, критского менкеля, другие кривые обеспеченности теоретические, усеченные, составные кривые. При недостаточности удлинение, восстановление, в Excel быстро, коэффициент корреляции, парные корреляции, множественные корреляции. Быстро, медленно. При отсутствии данных, всякие коэффициенты, реонирование, площадь водосбора. Вот тут проблемы, вот здесь мы, наконец, помните, сейчас мы с вами в элементарной части вообще скажем, что такое водосбор. И как это вообще как бы определить. Ну, то есть, как в ВУЗе, да, или как в техникуме. А вот здесь мы с вами уже поговорим о всяких таких наших реальных проблемах, там, потому что площадь водосбора это одна из главных, вот даже я написал сюда, как один из главных параметров. Соответственно, могут быть проблемы, могут быть не проблемы, где-то можем получить по изученности по постам, где-то по характеристикам реки, там, изученности в смысле, что это пост и сведения по посту, изученность в смысле, что есть река, например, в Устье, да. То есть, мы попробуем всякими способами, кроме того, что мы элементарно отбиваем вручную. А, ну и тут это, конечно, уже не эксо, отбиваем в чем? Я делаю все в автокаде, вручную. То есть, я отбиваю в сами площади, вот прям сам. То есть, я подкладываю карты и рисую, вот, глядя глазами. Вот. Те продвинутые вещи, как вот в современных GIS-системах, я не использую, не знаю и не смогу рассказать. Там были у нас, выступали, Зубец Александр выступал, Дмитрий Евгеньевич Клименко рассказывал. В общем, это я не буду с вами обсуждать. То есть, вот это, я все делаю сам в Эксо, в этом, в автокаде. Вот, теперь, значит, средние, теперь при отсутствии данных, максимальные половодные, максимальные паводочные, минимальные. Особенности для горных рек. Другие способы получения значения расходов воды. То есть, не только то, что у нас, помните, что уже было? У нас был ответ. У нас были там сами выведенные характеристики. Помните, вот здесь у нас было, что у нас было антропогенные расходы. То есть, у нас вот, это тоже методы, можно было бы их вынести в отдельную, там просто мало рассказывать, поэтому я так вот внутрь. Потом у нас при наличии данных, ну, как, ну, то есть, то, что, в общем-то, всегда мы делаем при достаточно дезинансе удлинения, при, вот, другие способы. Есть и другие способы, и, может быть, вообще еще другие, напишу еще другие, потому что, если понятно, что еще другие способы, думаем. Потом, гидрограф в парловоде, гидрограф в паузках, внутригодовое, прорывы дамплотин, распределение расходов воды по рукавам простые способы, потом более сложные способы, вот, при полиногрукавности, вот, распределение расходов воды по частям водопрусных и других сооружений, потому что, может быть, там, да, сбрасывается, там, через трубу и водослив. Вот, и нам в нижнем объекте надо определить. Ну, это, вот, это, как бы, нечистые расходы, это, как раз, вот, кривая связи между расходами и уровнями, пропускная способность, но это, вот, как бы, тоже сюда. Трансформация расходов по водохранилищам, бубровые болот, вот, это хорошая тема, вот, проектное состояние, проверка, экспертиза, заключение. Коллеги, вот я все, что приготовил, я вам рассказал. Пять страниц, 21 тема. Коллеги, какие вопросы по тому, что нас ждет, что здесь я забыл, какие еще темы вы хотите рассмотреть или детализировать, или уточнить, пожалуйста, сейчас напишите, потому что мы скоро закончим. Следующая встреча завтра, завтра будут элементарные понятия. Вот это. Так, 13 человек онлайн. Коллеги, кто слышит? Что добавить, что убрать, что улучшить, что изменить? Напишите сейчас в чате, что тут надо подправить. Какие у вас мысли по такому плану? Наталья, слой стока, можно рассмотреть понятие. Обязательно, обязательно. Это будет завтра. И не только завтра. Вот что такое слой, как понятие, будет завтра. А как определить и где взять, может быть я упомяну, но в основном мы это будем уже там. В максимальных, там уже будем именно вот прямо из каких-то таблиц, из ресурсов, из карт. Вот как определить и где взять, это будет вот там, в январе. Понятие будет завтра. Наталья, спасибо, что написали. Коллеги, какие еще мысли? Какие вопросы вообще вот там по организации наших встреч, по темам, по видорасчетам, по ситуациям. Напишите. У нас еще и формально осталось 5 минут. Задавайте сейчас вопросы. Пишите мне на почту ответным письмом. Вы сюда пришли по письму. В письме была ссылка. Вот делайте ответ на это письмо, и я получу ваши. Александр Николаевич, запись вебинара будет? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Это я писал там, что длинный ответ. Значит, русловедам будет, участникам текущих вебинаров будет, тем, кто заплатит 1900 рублей, будет. Всем остальным, все остальное бесплатно. Или можно наоборот, можно сказать так. Всем все бесплатно. Но если вы хотите получить запись, и вы не вруславед, и вы не участник вебинаров, тогда 1900 рублей. Форму оплаты я сделаю в районе Нового года. Перед основной частью. То есть, будет, но... А потом, когда-нибудь, там через год, я все выложу. Для всех. То есть, одновременно будет, и одновременно не будет. Морфоствор для крупных водных объектов, например, для АБИ. Наталья написала, морфоствор для крупных водных объектов, например, для АБИ. Если вы имеете в виду ломанный морфоствор, который мы можем использовать... Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Смотрите. Вот. Как рассчитывать расход воды при расслаблении или поименном руках? Если расчетный створ пересекает несколько проток. Вот. То есть, вот здесь мы об этом поговорим, в самом конце. И там же будет ответ на ваш вопрос, как его построить. По большому счету, в подавляющем числе случаев, морфоствор при пойменной на гурканности, морфоствор при пойменной на гурканности на больших реках, неинтересен. Но мы просто говорим, что это створ вообще и все. Нам для АБИ интересно площадь водосбора и параметр водосбора, вот этой большой всей АБИ, которые вот к этому створу. То есть, у нас створ является не то, что там ломаной линией, не то, что линией, а створ у нас будет точкой. Потому что это будет точка на карте. И там этой проблемы нет. Эта проблема появляется, когда нам нужно рассчитать, например, распределение расходов воды по рукавам. И там вообще-то тоже не это. Для распределения расходов воды по рукавам нам нужно не ломаный морфоствор. Для распределения расходов воды по рукавам нужна какая-то русловая съемка, пускай мелкая, по всему разветвлению, от начального узла разветвления до конечного узла разветвления. И там мы потом делим этот расход правильным образом. Там есть такие термяжные способы. Я вот написал термяжный способ для двух-трех рукавов. И там это не нужно. Когда нам нужен морфоствор, вот такой вот сложный, который может быть ломаным. И он не обязательно, кстати, ломанный для пойменного рукавов. Он может быть ломанный и для неразветвленных руслей тоже. В том случае, когда у нас, например, направление пойменного потока и руслового потока под значительным углом друг к другу. И мы это знаем. Когда нам нужен вот этот вот ломанный морфоствор? Когда мы считаем уровни воды по гидравлике через расход. То есть мы считаем расход разными способами, обычно через площадь водосбора. И потом уже, получив расход в этом створе, как точка, мы уже начинаем распространять его по ширине, для того, чтобы перейти от расходов к уровню. Вот это задача перехода от расхода к уровню. Мы это рассмотрим, но в другом ключе. Например, когда вот вообще никак, вот вдруг, если пообей, вы почему-то не можете никаким образом считать расходы. Мы же все-таки расходами занимаемся. То тогда да. То есть методически может быть такая ситуация, точнее как, может быть такая ситуация, и мы методически тогда можем сделать так, что мы будем считать расходы воды через уровень. Может быть такое. И если это случится на разветвленном русле, то тогда мы, да, будем использовать вот этот вот морфоствор, который будет ломаный. или не ломаный. Вот. То, в общем, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так. Давайте мы здесь напишем, где-то вот здесь мы напишем, здесь напишем, напишем, что это определение расходов через уровни при многорукавности по строению ломаного или другого сложного морфоствора. Так, коллеги. Ну что, все, полтора часа прошло. Вот.